Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я введу, так скажем, конфиденциальности и морально-этических соображений. Не буду зачитывать текст вашего вопроса. Я просто скажу, что речь идет о взаимоотношениях между супругами, об интимном взаимодействии между супругами и, соответственно, о некоторых специфических, так скажем, о некоторых специфических переживаниях человека. Значит, что хочется сказать. Во-первых, что хочется сказать. Это то, что здесь у вас, скорее всего, имеет место быть проблема с самооценкой и неуверенностью себе. Проблематика самоутверждения. Проблематика самоутверждения... Ну, пока я на несколько... Несколько... Скажем, скажем так... Несколько скажем проблематика. И... Также здесь, на мой взгляд, на мой взгляд, представлена специфика вашего восприятия. Восприятия... Себя... И... Своей... Супруги. Вот. По моему мнению. По моему мнению. По крайней мере. То есть, по сути, проблематика, которую вы описываете, скрывает, на мой взгляд, опять же... Вот. Скрывает то, как вы можете... Можете видеть свою жену, себя с ней и... Взаимодействие с ней. Следующим важным моментом... Идет... То, как вы относитесь... К этому. То есть... Ну, вот... Самое такое, наверное... Распространенное, да... Самое такое, наверное... Очевидно... То, что... То, что... Ну, то, что здесь есть... Это... Отношение... К данному феномену. Вашему. Либо... Либо... Отношение... Через... Какое-то... Чувство... Стыда... Какое-то чувство... Такого... Отвращения... К себе... К себе... Вот... На мой взгляд... Да? Либо... Какое-то... Принятие... Вот... Либо... Либо... Какое-то... Принятие этого... А... Внутреннее... Если хотите... Согласие... С... 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 Реальностью... Которые... Ну... Существуют... И... Ага... Формирование... 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 Действий... Которые могли бы... Ну вот... Принести вам... Какие-то... Позитивные... Хорошие... Э... Чувства... Здесь... Ну в этом... Имеется ввиду... А? В этом... Вот... Значит... Я совершенно точно могу сказать... Совершенно... Совершенно точно могу сказать... Что... Стыд... Еще никому... Ничего... Хорошего не приносил... Как и отвращение... А... Дело в том... Что... О... Какой-то специфической... А... И... Необычной... А... Форме... Ваших... Ваших... О... Потребности... Да... Мы не говорили... А... Мы всегда... Мы... Мы всегда... Всегда... Э... Говорим... О... Изначально... Об... Изначально... А... Достаточно... Ну... В... Конструктивном... о достаточно конструктивном желании, о достаточно конструктивной потребности всегда мы говорим. Только вопрос заключается в том, как потом, впоследствии. Мы научаемся эту потребность реализовывать, если мы научаемся это делать плохо, в смысле того, что как-то вот, ну, с какими-то, да, скажем так, разрушениями, да, с какими-то негативными чувствами, вот, с какой-то, ну, если хотите, болезненностью, вот, то мы приходим вот к такой вот не самой приятной формы, может быть. Ключевая особенность этой формы заключается в том, что мы, человек, вот, чувствует себя ограниченным. Человек чувствует себя не свободным, человек чувствует себя, как бы, как бы зажатым, как бы зажатым. Ну, вот, в своих, в своих, в своих, в своих таких, ну, желаниях, да, вот, человек чувствует себя, да, зажатым в своих, так скажем, потребностях, да, и это является, ну, вообще-то говоря, довольно серьезной проблемой для человека вообще, вот. Вот, поэтому, поэтому человек, вы и написали, скорее всего, сюда, в надежде, либо получить одобрение, да, и спокойно заниматься тем, чем вы вообще-то занимаетесь, да, и, как бы, ну, вообще, не переживая, да, и продолжая просто делать то, что вы делаете. Вот, либо с таким серьезным намерением как-то ситуацию исправить. Вот, с таким серьезным намерением сделать так, чтобы было, ну, по-другому как-то. То есть, это история про, ну, так вы знаете, может быть, про ломку себя. Эта история может быть про переделку себя. Ну, как бы там ни было хорошего, в любом случае, от подобного ждать, на мой взгляд, не приходится, потому что это, ни много ни мало психологического насилия, на самом деле. Я предлагаю вам, предлагаю вам посмотреть на эту ситуацию немножечко иначе, чем вы делаете сейчас. Попробуйте. Попробуйте дофантазировать для себя, что вам в этой ситуации нравится. Что конкретно вызывает у вас, ну, скажем так, приятные чувства, да. Вот. Попробуйте, пожалуйста, это заметить. Что вызывает, что вызывает это чувство. Попробуйте заметить, к чему вы стремитесь в своих ощущениях. Что было бы для вас хорошим, таким, таким, ну, проявлением, да. Было бы очень здорово, если бы вы увидели бы это. Было бы очень здорово, если бы вы смогли увидеть этот момент. Тогда, я думаю, тогда, я думаю, у вас появилась бы возможность более четко рассмотреть свою потребность, с чего вы хотите. Вот. Которая, скорее всего, прямо с определенной сферой, да. Вот. Скорее всего, не связанной. Но в этой сфере себя проявляют. То есть сублимируются. Важно видеть именно свой такой собственный образ, свой собственный образ себя, себя самого, да. Вот. То, какой вы в этой, ну, вот, в этой ситуации, в этих ощущениях и так далее. Какой вы в этом всём, какой вы в этом всём, какой вы. Вот. И, на мой взгляд, это даёт как раз ключик, вот, к пониманию того, что мне нужно. Вот. Ключик к пониманию того, чего мне хочется. Вот. Вот. Я бы сказал. Вот так. Такой. В этом смысле. Дал бы вам ответ. Да. Вот. Ну, спросите себя. Сами. Сами. Хотите ли вы. что-то с этим делать? Вот. Хотите ли вы как-то это, как-то это менять? И если хотите, то как? Так. Как бы вы хотели это менять? Ну, например, вы можете говорить что-то о том, что вот. хотели бы, чтобы, например, этого не было. Да? Допустим. А вот довольно интересный здесь момент. А если этого не будет, то что будет? Вот буквально, что будет в вашей жизни, если этого не будет? Вот. Извините за постолоку, да? Я просто хотел бы этот, я хотел бы этот момент как-то прояснить. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!